Думаю, что основная часть участников подключилась, поэтому рады всех приветствовать. Серию просветительских лекций и семинаров проводим мы, информационная культура, при поддержке фонда президентских грантов. И рады приветствовать всех, кто сегодня, возможно, впервые к нам присоединился. Мы говорим про исследования в работе некоммерческих организаций, как они помогают в том, чтобы более эффективно работать и решать социальные проблемы. Мы рассказываем также, как анализировать данные, как их обрабатывать и какие существуют простые инструменты для этой работы. Все записи, лекции, презентации спикеров мы публикуем на сайте проекта, адрес которого вы сейчас можете видеть на нашем слайде. Также скинем его обязательно в чат сегодняшнего семинара. А сегодня мы хотим поговорить про цифровые следы и их сетевой анализ, и как вообще эти цифровые следы могут быть полезны некоммерческим организациям в их работе. Наш сегодняшний преподаватель Евгений Патаракин, профессор и академический руководитель образовательной программы «Цифровая трансформация образования Высшей школы экономики». И я передам Евгению слово. Хотела бы также сказать, что мы сегодня работаем в режиме конференции, поэтому у вас есть возможность подключаться, задавать вопросы, если что-то непонятно. Поэтому будьте активны, не стесняйтесь. Евгений, вам слово. Евгений, нужно включить микрофон. Простите, ради бога, сегодня переключаешься из одного другого. Я очень рад приветствовать гостей, тем более, что вижу среди них знакомые фамилии и, думаю, что и лица тоже увижу. Я рассказываю сегодня так с точки зрения того, как это может быть, специально не думая про НКО, но если будут специальные вопросы, то надеюсь, что и с этим тоже смогу помочь. Это скорее в области моего бывшего биологического и экологического образования, что, безусловно, всегда накладывает след на то, что вы делаете и на то, как вы рассказываете, ну и вообще на то, как вы думаете. И буду, наверное, сегодня двигаться так. Так, пользуюсь возможностью говорить о цифровых следах, их сетевом анализе, ну и такое под направление, что всякое прикосновение к современному цифровому мячику оставляет на нем след, и по этому следу можно потом понять, а что происходит. Ну и тут тоже, да, вот мое биологическое сказывается уже здесь. Это такая цитата из Левистроса, когда они анализируют мифы и смотрят, как много там птиц, что в любой мифологической структуре полно птиц, которые непонятно зачем. И сначала они думают, зачем же все эти птицы, может быть, чтобы их хорошо было кушать, а потом начинают постепенно догадываться, что это птицы, чтобы хорошо думать. И вообще человеку свойственно использовать внешние средства, внешние ресурсы для того, чтобы лучше думать. Ну и это изначально было, и была такая чудесная статья, даже целая книга у Джона Дьюи, которая называлась «Как мы думаем». И в середине прошлого века на основании этой книги, отталкиваясь от нее, Ван Авер Буш стал говорить о том, что думаем-то мы на самом деле не очень хорошо, хотелось бы думать получше, думаем мы часто повторяясь, думая параллельно друг к другу, не записывая это, теряя эти записи, а хотелось бы думать иначе. И он тогда создает такой прообраз системы MAMEX, которая потом развивалась, и постепенно из нее вот эти все большие чудесные гипертекстовые идеи, что мы можем эти объекты получать, просто кликая на них, получая их значения, добавляя и так далее. Вот эта вся история, она такая с 1945 года, а для меня она где-то, наверное, в 1995 году, когда я стал просто сталкиваться с конкретными носителями знаний и умений, хотя, в принципе, мог бы и раньше это сделать, потому что были у меня в лаборатории коллеги, которые с Бернсом Ли просто работали над тем, а как создавать HTML-язык, как создавать всемирную паутину. Но все эти средства, сегодня мы даже не столько о них, как только появились средства, при помощи которых мы вместе пишем документы, редактируем и видоизменяем, изменяем, так сразу возникают не просто такие организмы, в которых мы вместе с другими людьми и вместе с другими машинами, но и возможность отслеживать, смотреть, какие изменения происходят. И это, так, сейчас я точно убежусь, да, что вот здесь многочисленные возможности и многочисленные примеры того, как это реализуется. Это всякий раз некий супермайнд, как Милон про него пишет, довольно часто это используется, хотя и не он тоже это придумал. Это возможность создать организацию, в которой люди усиливают свои возможности действий при помощи вычислительных устройств. Ну и по-разному они реализуются. Самым известным примером, наверное, является энциклопедия Википедия, ну и Вики как движок, в которой сегодня для нас важно, что люди, которые там работают и взаимодействуют, они к этим объектам, которые там есть, обращаются совместно. То есть, если кто-то один создал, другой может редактировать, видоизменять и так далее, и всякий раз эта вот страничка, которая помнит о том, кто к ней обращался, кто с ней работал, кто это делал. Следующий момент, ну точно такой же, да, то есть мы можем сказать, что таких, я привожу примеры только трех комьюнити, сегодня это Википедия, Гитхаб и Наверное, Stack Overflow. Они по-разному устроены, но в любом случае, в одном случае текст, такой письменный и обычный, к которому мы привыкли. В репозитории Гитхаб это код, но тоже текст, который правит с разными людьми, для которого существует версионность. Вот версионность и возможность посмотреть историю документа, проследить, а кто какие отпечатки вставлял на этом мячике, это базовая возможность для того, чтобы потом исследователи могли анализировать происходящее и смотреть, вот было так, потом изменились, приходили эти люди, видоизменяли документы. Ну, я думаю, что Stack Overflow, Mass Overflow, Квора и, скорее всего, Викихау устроены примерно так же. То есть статья пишется, к ней потом делаются добавления, либо делаются ее варианты, либо к ней задается вопрос, и на него пишутся ответы. Причем эта идея тоже, на самом деле, векоидная. Варт Кеннинг, который придумал Вики, он придумал следующий афоризм, что лучший способ получить ответ на вопрос, который вас интересует, даже не задать вопрос, а написать статью неверную, ну, или какую-нибудь статью, в которой вы расскажете свое видение этого предмета, и тут же набегут массы желающих поправить, исправить, дополнить и сделать нормальную статью. Вы получите результат просто от того, что вы сделали что-то неверное. То есть главное – начинать не с нуля. Как только мы начинаем не с нуля, нам становится гораздо лучше и интереснее. Но при этом хочу сказать, что эти комьюнити… Вот я показал три взрослых, сейчас быстренько пролистаю три маленьких. Это, ну как, маленьких не по размерам, а по возрасту. Потому что эта же деятельность, когда мы говорим о том, что люди могут менять, а версии у нас сохраняются, мы помним, активно используется и разного рода образовательных комьюнити для детей, для школьников, для взрослых исследователей. Везде и в скрыче комьюнити, в котором они обмениваются своими цифровыми историями, и в нетлога, где они обмениваются цифровыми моделями, и в SL Nova Nova, где тоже, собственно говоря, модели игры и симуляции, везде есть такое понятие, как ремикс, видоизменение объекта, создание новой его версии. И мы всегда можем посмотреть на основании того, что происходит. Мы можем посмотреть следы деятельности, которые остаются. Потому что всякое видоизменение объекта, слава богу, вот так было задумано, на самом деле, просто для того, чтобы документ сохранить и всегда помнить, что было на предыдущем шаге, когда его редактировал кто-то другой. Это оставляет нам возможность посмотреть, а как устроено взаимодействие людей, которые этот документ редактировали. То есть сегодня мы не про качество документов, не про их сохранность, что, конечно, тоже важно, а мы про то, что оставляемые людьми следы позволяют нам выстраивать социальные графы и социальные сети по отношению к этому документу. Но точно так же мы можем посмотреть на это поле не как на поле документа, а на поле футбольного мячика. То есть если бы у нас был футбольный мячик, его бы пинали на поле разные игроки, что сегодня и происходит на футбольных полях, то мы потом, запоминая, где стоял тот номерной игрок, пинающий мяч, можем потом по траектории мяча, а это реально просто вещь, потому что и на игроках сидят датчики, и на современных мячах сидят датчики, мы всегда можем потом построить социальный граф о том, как происходило взаимодействие людей в ходе этого матча. И после того, как оно завершится, сказать, ой, смотрите, ребята из Голландии победили испанцев, либо наоборот. Не только потому, что они быстрее бегали, ну или там бегают, они, может быть, все примерно одинаково быстро, или пинали по мячу более сильно, а потому что социальные отношения внутри команды были более уравновешены, и, например, игра шла не через одного ключевого игрока, а их там было несколько, система была более устойчива, было больше клик, было больше союзов, и вот это понимание системной динамики, оно и по отношению футбола, и по отношению к различного рода образовательных комьюнити сейчас становится таким важным, интересным, ну и мы всегда можем на это посмотреть. Вот. Сделаю здесь маленькую паузу, был у меня коллега чудесный, который рассказывал о том, что футбол очень напоминает научную деятельность, и связано у него это было с тем, что он какое-то время играл в футбол в команде, параллельно занимаясь продвижением в научной среде, вот, и они как-то очень плохо играли, и очень долго играли без мяча, ну вот просто им не доставался в игре мячик, команды были настолько сильнее, что просто очень редко попадал мяч к ним, и он говорит, в науке то, что вы делаете, зачастую тоже является такой игрой без мяча, потому что первое время к вам мячик попадает очень редко, а потом вы уже начинаете как-то входить во вкус, учитесь и продвигаетесь в этом. Ну, здесь я хочу показать, я покажу на самом деле примеры потом, когда выйду из презентации, что это не просто как бы слайд статический, а мы можем его расширить и развить, и показать, что на самом деле на этом поле мы можем и моделировать, не только же мы можем картинки смотреть или смотреть на футбольное поле, мы можем строить модели, в которых масса игроков будет этот мяч касаться, и мы потом сможем построить в визуальной играх. Либо мы можем на это поле выпустить не 20 игроков, а 200 или 2000, и мячей можем предложить не один, а несколько, и посмотреть, каким образом будут формироваться группировки между ними. Ну, и тоже будет пример сегодня, я попоказываю поле термитника, а смысл будет такой, что если ваши термиты хватают одну и ту же палочку, они оставляют на ней след, и мы можем потом проанализировать и посмотреть, как формировались группировки тех, кто этот след хватал. Ну, вот, собственно, это пример того, как потом мы используем такой школьный журнал действий по поводу того, как они этот мяч брали, и строим потом сеть отношений по типу «ты мой товарищ, потому что мы с тобой таскали одну и ту же палочку», а «ты мой трижды товарищ, потому что мы с тобой три палочки таскали», ну и так далее. Мы можем на самом деле имитировать эти взаимодействия, которые выглядят так очень простыми, но если мы скажем, что это же происходит в школьной среде, когда они, когда палочки заменят нам, например, общие документы, которые они вместе редактировали, то это будет сеть того, что происходит с ними внутри. А следующий момент, то есть вот первое, главное так для себя запоминать, вещи, которые я хотел сказать, проговорить, которые были важны. Первое – это то, что у нас появилась возможность фиксировать деятельность на следах, и мы можем к этим документам относиться как к объектам совместной деятельности. Раньше этого сделать было нельзя, ну, просто потому, что всякое наше касание не оставляло следа и невозможно было версию объекта, то есть не было версии калоши после первого надевания, второго и третьего. Это всегда была одна и та же калоша, они просто задирали друг друга. А теперь мы получаем современные калоши цифровые, которые каждый раз помнят, кто их надевал. И это позволяет следить потом за образованием связи. Вот. Здесь важное понятие макроскопа, ввел его довольно давно Жюль Расне. Он рассказывал и показывал, наверное, на этой картинке это будет, что изначально были такие инструменты, при помощи которых мы думали и действовали. И это всегда были, которые позволяют нам лучше видеть вещи, которые от нас далеко, в виде телескопов, либо, которые близко, но очень маленькие, в виде микроскопов. А теперь появляются системы, которые позволяют нам видеть социальные связи, которые организуются между исполнителями или социальными акторами, кем угодно, но мы видим их при помощи, я не очень понимаю, похоже, что какая-то R-студия у него на экране, хотя, может быть, и нет. Но здесь это не принципиально. Главное, что мы можем посмотреть на все богатство связей, которые существуют между агентами. И мы получаем возможность при помощи этих современных макроскопов строить карты совместной деятельности. Это тоже такой важный момент. Макроскоп позволяет нам увидеть связи, которых мы не замечали раньше, и которые позволяют нам совершенно иначе посмотреть на процессы, которые происходят. Хочу обратить ваше внимание, что на самом деле не так уж и недавно, это 2013 год, начал выходить журнал Network Science. И Network Science вообще говорила о том, как возникает эта сетевая наука, чем она занимается и какие вещи она анализирует. И в первом же номере у них было утверждение, что посмотреть на процессы, как на сеть, это позволяет нам совершенно иначе посмотреть на школьный класс, в котором мы видим не одного главного актора, от которого идут связи к ученикам, а существует масса связей, которые существуют между учениками, которые раньше мы не замечали или наоборот считали их, если неплохими, то по крайней мере, либо незаконными, либо не имеющие отношения к учебному предмету. А сейчас мы можем посмотреть на все это богатство союзов, которые организуются внутри класса, причем мы можем на него очень по-разному посмотреть. Здесь у меня на экране, ну, про Вики я уже говорил, а здесь у меня слева самая простая, это студия проектов Scratch, когда мы анализируем, а как они взаимодействуют в проектах, обсуждают их и обмениваются. А справа и по центру это проекты Московской электронной школы, когда мы смотрим, как люди внутри обмениваются проектами, копируют их друг у друга, какие связи и какие союзы при этом образуются. Ну и возможность Google Suite, я, по-моему, дальше будет. У меня слайд, в котором я про это скажу. Ну и такие встроенные макроскопы бывают в специальной площадке. Я пойду по презентации до конца, а потом буду обращаться к отдельным слайдам. Иногда бывает так, что в саму площадку сразу встроен макроскоп. То есть, например, у вас есть поле, на котором люди редактируют документы, и сразу же вы можете посмотреть на связи, которые между ними возникают. Довольно распространенные на самом деле, хотя вот я горжусь тем, что у нас в летописи Орг вы можете сразу посмотреть на все связи, которые существуют между учениками, но практически во всех современных библиотеках можно посмотреть и на связи, которые формируются между авторами. То есть, если у вас есть авторы, то система довольно легко идентифицирует их, и мы можем посмотреть, как организуются связи, как организуются взаимоотношения между ними. Ну и важный тоже момент. Сегодня я не забуду, если покажу, что есть макроскопы, такие стимуляторы, когда мы можем запустить такие процессы между муравьями, учителями, кем угодно, и посмотреть сразу же, как воздействие той или иной на эту систему приводит и к образованию новых союзов, и к повышению связности или появлению отдельных узлов. Ну и примеры, которые руками, надеюсь, покажу, если такие будут вопросы и заказы, что со своими магистрантами мы делаем такие работы. Если мы собираем библиографию по какому-то направлению, либо мы заходим в библиотеку в Apple Science, либо Scopus, то мы всегда можем вытащить из нее набор статей по какой-то тематике, и мы можем сказать потом, а покажи нам, а как связаны авторы, которые пишут в этом направлении. Есть ли группировки, которые могут быть мне интересны, это одно из направлений. А второе, это может быть расклад статей по словам, с тем, чтобы мы потом могли посмотреть, как по ключевым словам эта область деятельности разваливается. Ну вот как раз тут такой пример, когда мы задаем некие вопросы, а потом при помощи ВОСВЮ смотрим, о как устроены взаимоотношения и между понятиями, которые значимы для этой сферы. Следующий момент, это, наверное, наиболее важный, наиболее сейчас востребованный и вызывающий наибольший интерес и организации, я думаю, что и НКО тоже, о как происходит совместная работа, как строятся отношения между людьми, причем хотелось бы смотреть на это не на основании тех связей иерархических, которые для этой системы работают, и не на основании того, что они рассказывают о себе сами, сколько на основании того, а как они, что они вместе делают над документами. Поскольку, как я уже говорил, эти мячики нам фиксируют, то, как их пинают на поле, мы всегда эти союзы можем проследить. Кстати говоря, вот такой чудесный пример по картинке. Мы анализировали здесь, как разные учителя в школе, принадлежащие к разным специальностям и разным направлениям, взаимодействуют между собой. Память моя уже отказывает мне, я не могу точно идентифицировать, по каким предметам здесь это происходит, но видно, что, не помню уже для кого, мы наблюдали, что вот люди из этой группы, а, то, что мы посмотрели, то, что мы увидели, была какая-то странная ситуация, когда все вроде бы кучкуются и организуются, а школьные психологи были настолько одиноки, забиты, и вот никто с ними не дружился и с ними ничего не делал, что просто им самим, наверное, нужна была мощная психологическая поддержка. И эта же система позволяет нам вытащить и посмотреть, а есть ли внутри организации комьюнити, то, что называется кликами, когда все связаны между собой, и кто является в этой системе ключевым игроком, который связывает несколько группировок между собой. Ну и еще один из таких известных примеров, это, конечно, образовательные порталы, наиболее из них известны как раз Википедия, и мы можем тоже там посмотреть. Это не википедийная картинка, а тоже летописная. Но общий принцип, вы можете всю историю взять, утащить и посмотреть, как в течение нескольких лет происходили образования союзов. И иногда они устроены по географическим принципам, иногда по другим, но это всегда возможно и доступно. Ну и то же самое, то, что мы с чем работаем последних несколько лет, это союзы и группировки внутри сетевых сообществ, принять так, внутри сетевых организаций, внутри систем совместной сетевой деятельности, когда мы вытаскиваем и смотрим, какие группировки. Вот в данном случае кажется мне, что это профиль было отношений тех, кто копирует проекты друг друга, кто такими являются реципликтными авторами, которые друг на друга смотрят. Вот. Ну и близко же про это, то есть мы переходим от анализа активности к анализу группировок. Ну, активность всегда важна, кто чего набросал, кто сколько написал, кто был молодцом, а вот как на основании тех действий, которые он совершил, а потом происходили образования связей союзов, это можно делать только на основании цифровых следов, которые они оставляют, и на основании сетевого анализа, который показывает нам, какие группы сформировались, какие союзы. Это такой пример, что мы на самом деле сегодня про каждого и про каждую школу, и про каждого участника, и про кластеры таких групп можем формулировать знания, можем формировать понимание. Ну, и, наверное, я с тем, чтобы показать какие-то вещи не чисто в режиме говорения и того, что подготовлено, но и в режиме того, что мы можем что-то подвигать на экране вместе, я, наверное, из режима презентации сейчас буду выходить, послушаю вопросы и покажу реальные примеры того, как это работает на ряде моделей либо сервисов. Демонстрацию остановил. Я не видел, что писали люди, конечно же, в чате, если было, поскольку был увлечен собой. Коллеги, если есть вопросы, вы можете подключить микрофон и задать. А если вы еще хотите покажи нам, как это работало, то я радостно тоже покажу, потому что... Ну, давайте все-таки послушаем сначала. То есть интерактив у меня есть, вот он сейчас может начаться. Добрый день, можно с вопросом? Да, Марина, давайте. Добрый день, Евгений, прошу прощения, видео я не могу включить по определенным причинам. Вот хотелось бы поподробнее о моментах, когда анализируются публикации в Скопусе и в Эпофф Сайенс. У меня прагматичный интерес, я рассказываю о таких вещах аспирантах. Ну, собираюсь рассказывать, поэтому хочется... Во-первых, давайте я сразу запущу и немножко расскажу. Хорошо? Так, не забыть потом всякие модели запустить, сразу же я их сделал. Я запущу демонстрацию сразу и я извиняюсь перед остальной аудиторией, может быть, это покажется вам не про то, но мне кажется, что это очень здорово. А смотрите, мы всякий раз обращаемся к неким внешним сетевым ресурсам, где мы можем эту информацию собрать. И тут мы, если кто не знает, ну, вот, скажем так, мы можем ее искать сами при помощи библиографических менеджеров типа Зотера или там Менделей. Мы можем ходить по чужим ресурсам типа DL, A7 и так далее. Мы можем идти в Web of Science. И здесь, я извиняюсь, я думаю, что не у всех вузов есть такая возможность, но у вышки есть возможность просто и студентов туда пускать и говорить, вот, идите. Вот. А в Web of Science и в Скопусе есть возможность делать выборки. То есть, например, я говорю, меня интересуют дети, информационные системы, программирования и так далее. Найди мне статьи про это. И система идет и мне все это лепит. Ну, собирает мне эту информацию. Более того, я могу ее сохранить. Например, я могу выделить там 500 изданий авторефератов про то, что меня интересует, например, вот здесь про краудсорсинг управления и открытые данные и говорю, сохрани мне это, пожалуйста. И система мне это сохраняет либо как CSV-файл, либо там как текстовый. Ну, в общем, там вся эта информация лежит. Дальше, а вот я бы не хотел рекламировать конкретные средства, но прорекламирую. Сразу скажу только, что оно не единственное, наверняка есть и другие. Но мне нравится VOS.U. И украинским моим коллегам тут мы общались, им тоже нравится VOS.U. я вот здесь уже картинка есть, но я начну сначала. Вот я хочу ее создать. То есть я захожу, у меня лежит текстовый файл или CSV-шный, что одно и то же. Я ему говорю, я хочу создать карту. Он говорит, ну, давай создавай. Мы говорим из чего. То есть мы можем здесь Web of Science, Копус и там пара других. Вот. Мы выбираем нужный нам файл. Говорим следующее. можем авторов смотреть, как они связаны между собой. Можем смотреть ключевые слова. Ну, и дальше действия наши. А сколько должно быть таких слов? Ну, я оставлю три, чтобы нам было с чем работать. Мы говорим Next. И, собственно говоря, сейчас система нам сама нарисует. Он нарисует примерно то же самое, что и было, потому что я как бы повторил этот процесс. но обратите мы можем посмотреть, какие кластеры по цветам внутри этой системы работают. Мы здесь можем выделять и смотреть ее по-разному, то есть у нас есть возможность это все подвигать. у меня, по-моему, сегодня есть здесь в кустах наши магистранты, которые могут подтвердить, что да, все правда, так оно и было на наших занятиях, мы так с этим и работаем. Ну, и если есть желание подвигать, потрогать, поделать совместные работы и посмотреть вместе в этом смысле и про это подумать и написать, в каком-то общем направлении, а я думаю, что с Мариной у нас как раз и могут быть такие общие направления и у наших студентов тоже, то мы, в общем, могли бы сделать такую совместную работу, поисковую, превращая ее потом во что-то другое. Не знаю, насколько я был понятен, Марина. Понятен, понятен, спасибо. У наших аспирантов тоже есть возможность пойти в скопус, естественно, но тем не менее вот все равно хочется новые инструменты иметь всегда. Ну да, пойти-то может каждый, важно, чтобы потом то, что он оттуда вытащил, можно было представить быстро, аккуратно, ну и достаточно обоснованно, потому что это же, в общем, оно так и есть, так они раз у нас дискуссии, я вот такую мысль продвину просто как бы, то есть у меня как бы, ну спасибо, Евгений, что сфера как бы стрелочки от нас тянутся взаимно, вот, но сейчас в сфере моих интересов как бы очень активно вопросы из нейронауки, я, соответственно, много читаю и обратила внимание, что, например, в англоязычных публикациях терминология другая, чем, например, в российской психологии, то есть классификация каких-то там высших психических процессов, и в какой-то момент меня заинтересовало, как в английских статьях переводится СДВГ, то, что популярный диагноз в российских публикациях, ну, как-то там перевела, и ой-ой-ой, в скопусе нашла чего-то, а потом стала внимательнее смотреть на выходные данные, а это российские авторы. То есть, условно говоря, имея вот такой инструментарий, я по большому счету заранее как бы высветила те статьи, и кто этим занимается, что, ну, вот где, вот просто как идея сейчас сходу пришла. Да, классно, а мы же можем на самом деле, и это мы делали, смотреть не только по ключевым словам и именам авторов, мы всегда можем смотреть их принадлежность к стране, и это дает нам дополнительную возможность, то есть, это расширяет наше видение материала не только контентом и там людьми, потому что фамилии, на самом деле, мало что может иногда сказать, но мы можем, а где, например, исследования по этому направлению происходят более бурно. Иногда прямо можно видеть, что это все китайцы по именам, но если у нас добавляется метка страны, то это сильно облегчает нам задачу. Какие-то такие вещи можно инструментарием видеть самого Web of Science, я просто весной была на семинаре вот ClaryWade, прослушала их вебинары, они показывали там шикарный инструментарий, но у вас есть связка, это супер, супер, спасибо за идеи. Спасибо, я думаю, продолжим, если есть право. Однозначно, у меня пара, поэтому я в какой-то момент отключусь. Спасибо. Евгений, вопрос в чате от Евгения тоже. Скажите, пример из жизни, как анализ связи был применен? Давайте я расскажу то, что мы видим иногда и то, что является у меня сейчас головной болью. В какой-то момент у нас довольно много разных таких сетевых активностей, сетевых проектов. Иногда они связаны с обсуждением документов. Ну и когда у вас идет обсуждение документов или документа и у вас принимают участие более там двух тысяч участников, то вы видите только обычно последовательность то, что делает. И эта последовательность то, что делает или запись лог-файла, она информативна, в том плане активность есть. Но иногда бывает нужно увидеть, какие при этом организуются союзы. И вот тут мы увидели, пока еще только в самом начале, что формируются группы вокруг каких-то утверждений. И они просто направлены на то, чтобы эти утверждения поднимались сверх и продвигались. И, во-первых, люди получают себе дополнительный KPI, потому что они принимают участие в обсуждении. Их рейтинг в системе растет. И тот контент, который они делают, он тоже продвигается вперед. И мы увидели эти связи сначала в сети, как такие объединения группировок. Потом мы стали разбираться, с чем это связано. Оказалось, что это была их территориальная принадлежность. И группировки, корпорации из разных регионов просто продавливали свои решения. Шла такая битва, которую мы увидели сразу же. поскольку мы увидели кластеры, что они организуются, это позволило нам очень быстро среагировать, принимать решения и менять настройки системы, чтобы противодействовать такой опасности, которая была. Могу показать сразу, покажу сразу пример, что есть у нас система, которая позволяет это увидеть сразу же. детский проект летописи, но важен он следующим, что мы внутри него всегда для каждой категории того, что есть, всегда можем увидеть то, про что я говорил, а как люди организуются вокруг разного рода документов, и саму систему можно использовать просто в качестве такого посмотреть, как это работает, провести небольшое исследование и сориентироваться, а что я могу делать в этом смысле на документах в другой системе, либо рекордной системе, но внутри бизнес-проекта. А можно пока я не слышу вопроса, я просто покажу себе в радость к тому, как мы можем такие данные получать из внешней среды, моделирую ее, ну вот я говорил уже, что это футболисты, бегающие по полю, просто сделали мы специальную модель, которая об этом, и мы можем, вот это я к тому, что мы не только слайд покажу про это, но и работающую модель, в котором на поле тысячи футболистов, которые пинают сотни мячей, а следы о том, что происходит, мы собираем, и потом можем показывать, как социальные графы, которые между ними формируются. Можно голосом, можно текстом. Есть ли еще у кого-то вопросы? Алена, возможно, вы хотите задать вопрос, я вижу, что с микрофоном подключено. пока. Никита задает вопрос в чате. Ну, могу. Давайте, я не знаю, как это организационно лучше сделать, может быть, вопрос к организаторам, что если мы делаем, во-первых, я внутрь презентации, которая будет выставляться потом, могу просто добавить отдельный слайд по статьям и материалам, которые в этом направлении есть. Ну, и по сетевому анализу, и по организационному анализу, и внутри сетевому, то его просто много, и тут есть из чего выбирать. специально для НКО скорее всего нет, но чарующие есть на самом деле и работы, и люди. Давайте я по людям лучше скажу, на кого бы я обратил внимание. Чудесно работает и пишет Ласло Барабаши, это такой венгерский математик, который в какой-то момент понял, что вот все, что он видит вокруг, и многие вещи, которые он не видит, но чувствует, они относятся именно к сетевому знанию, и для меня, вот я уже начинал сегодня с такого биологического прошлого, я когда в Бостоне показывал презентацию, был потрясен, что первый слайд довольно привычный, там всякие автомобильные дороги, либо связи аэропортов, понятно, что это сетевые все вещи, но следующий слайд у него был внутренней структуры клетки и метаболиты, которые там есть, которые взаимосвязаны между собой, но есть там молекулы, которые просто принимают участие в массе процесса, и они являются такими ключевыми графками, но вся эта система в виде такой системы связи и отношений, она у него была просто сделана отлично, книжка называется Линкет, или связанные, но он потом много еще писал, но вот эта Линкет была наиболее, наверное, популярной в начале века, и сейчас он активно работает, и он такой очень классный евангелист, и в этом смысле у него и книга начиналась с такого примера, что самым главным после Христа в распространении учения был Савл, он же Павел, во-первых, потому что его не могли сильно на него наехать, поскольку он был римлянным, а во-вторых, он понимал основы сетевого взаимодействия, и он в своих путешествиях ездил куда надо, рассказывал там христианские учения, и вот вокруг него возникала сеть. А, еще один момент скажу, что читать, это вот не связано с техническими моментами, но все-таки это акторно-сетевая теория, и книжка, как ни странно, тоже биологического такого звучания называется, она «Война и мир», но у нее есть еще представочка «Война и мир микробов», это Латур, и он рассказывал там, как развивалась идея пастера, идея пастеризации, прививок, как она развивала и охватывала мир, что Латур все время искал союзы с разными людьми, привлекал сюда разных акторов, причем в качестве доказательств использовал этих самых микробов. Вот у Латур эта идея, что это не только люди, не только их рассказы, но и инструменты, и даже микробы, которых мы увидеть не можем, она, по-моему, очень классная и читается легко, и она по духу очень сетевая, то есть очень я вот ее советую. Кстати говоря, есть чудесный сайт, который он поддерживает, он по исполнению и по задумке очень классный, но на самом деле масса всего, я радостно подумаю и поделюсь. Спасибо, мы будем присылать всем, кто регистрировал все материалы, поэтому пришлем ссылки на статьи и книги. Может быть, у вас есть еще примеры красивые для нас? Пока нет вопросов. Да, у меня есть, я покажу еще одну демонстрацию, раз уж есть такая возможность, заготовка была, тоже сетевой, причем, смотрите, я пока не покажу, ну нет, кое-что показало, что только у меня на машине, но вот то, что сейчас это тоже открытый нетлога веб, так, это я уберу, в котором мы можем посмотреть, а как это работает, как организуются сетевые феномены и как это звучит. Здесь идея следующая, они рассматривают феномен предпочтительного присоединения, то же самое называется как библейский какой-то, да, феномен Матфея, что богатые становятся богаче, а бедные беднее, но здесь это на следующем реализовано, что присоединение к каким-то новым узлам, оно зависит от того, сколько уже присоединилось, и поэтому, если кто-то уже начал выбирать Майкрософт, то потом большинство к нему уже как бы и тяготеет, и для того, чтобы возникли какой-то новый центр притяжения, нужно что-то другое, но вот здесь эта система работает на экране, и новые узлы, которые попадают в систему, обратите внимание, что есть все-таки те, которые в центре, которые обладают наибольшей притягательностью, и к ним присоединяется большее число, и мы можем проанализировать, более того, эти данные в системе, они сразу же визуализируются, обсчитываются, и мы ее можем использовать не только для симуляции, для того, чтобы посмотреть, но и для того, чтобы понять, как это устроено, и как с этими данными можно работать, то есть это одновременно симуляция и работа с данными, с которыми эта симуляция поставляет. ну и на самом деле огромная библиотека проектов, много из которых внутри сетевые, можно с ними работать, использовать в обучении, использовать для демонстрации, они открыты, я даже сразу скажу, что даже и регистрация не требуется, вы просто можете брать их, смотреть и использовать в работе. Спасибо. Возможно, кто-то хочет рассказать про свой опыт, если из слушателей кто-то пробовал применять эти методы. Пока у нас нет вопросов, я хотела бы проанонсировать следующий вебинар, который состоится в четверг и наш эксперт Ольга Пархимович, руководитель разработки проекта госрасходы и проекта госзатраты, расскажет про то, как, собственно, анализировать данные о госфинансах и что можно узнать про социальные явления, опираясь на эти данные. Поэтому приглашаем всех к участию в четверг в 15.00. Я не смотрю, что вопросов больше нет, поэтому предоставлю вам слово, чтобы подвести итог, какие-то ключевые выводы озвучить сегодняшнего семинара. Но не буду запускать для этого демонстрацию, чтобы не путать всех. Я еще раз расскажу базовые вещи, которые хотел. Главное из них, что создание электронной среды, в которой мы вместе можем работать над документами, приводит к тому, что эти документы всегда хранят наши отпечатки. Про это надо помнить не столько даже из-за опасений чего-то, сколько о том, что это возможности. Это возможности для того, чтобы посмотреть на эту историю, проанализировать ее. И это может быть на самом деле в очень разных ситуациях. Внешние сайты, внутренние сайты организации, внутренние документы организации, какие-то еще вещи, которые вы можете навешивать на себя либо на мячике. И это ужасно интересный исследовательский процесс, куда я вас и зову. То есть не бояться работать с этими данными, получать чудесные визуализации и понимать, как вы думаете вместе. Вот так же и все. Спасибо большое. Это действительно важный такой момент и навык, когда, мне кажется, уже на более продвинутом уровне, чем мы обсуждали на предыдущих мероприятиях, можно думать про социальные явления, их анализировать и находить действительно не банальные инсайты, совместно искать решения. Я бы еще обратил внимание, что это стало очень доступным, то есть вот это не что-то, что требует куда-то бежать, в какую-то библиотеку, доставать там данные, вы можете это извлечь, но то, что я наблюдаю на детях того же скритча, они же довольно в молодом возрасте, 10-12 лет, им уже интересны данные, а кто что положил, к какой стране он относился, как это, и эти проекты, которые они уже просто на кончиках пальцев, вот они уже начинают, что это не только я что-то могу сделать, у меня кроме инструмента технического есть данные, которые тоже являются инструментарием. Спасибо, и спасибо всем нашим участникам, кто с нами сегодня был, и до конца оставался. До свидания, будем ждать вас на следующих мероприятиях. и до конца ждать. Продолжение следует...